Компенсация или достройка? Вот в чем вопрос. На него предстоит ответить наблюдательному совету Федерального фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Публично-правовая компания решит судьбу Ульяновской недостройки на Красноармейской 97 в ближайшие две недели. Наконец-то все эти, так сказать, документы бумажные. Круговороты закончились, всех рождений по кабинетам закончились, все новые начальники расселись по своим местам. В этом фонде, по крайней мере, исходим из того, что на сегодняшний день есть. Здорово, что они нас услышали, они здесь побывали, услышали от нас аргументы, поэтому я искренне надеюсь, что мы угодим их все же достроить. Чтобы довести дело до конца, необходимо 450 миллионов рублей. Местные эксперты склоняют чашу весов к достройке 8 тысяч квадратных метров. Напомним, 16-этажка на Красноармейской встала в 2018 году. В доле 54 человека. Финансирование фонда, оно состоит из двух частей. Это региональный бюджет и деньги публично-правовой компании. В региональном бюджете у нас деньги предусмотрены, это 18% от стоимости достройки. В бюджет они включены, то есть наша составляющая, она есть. Сейчас фонд определяет свою составляющую. Если все пойдет по удобному для дольщиков сценарию, то стройка на объекте оживится весной будущего года. А через год в окнах многоэтажки появится свет. Достройка от фонда ждет и дом на Буинской. Вот в эксплуатацию запланирован на конец года. По последним подсчетам сумма достройки 470 миллионов рублей. ЖК «Молодежная» является проблемным участком с 2013 года. 24-этажка готова на 70%. В доме сделаны внутренние перегородки до 13 этажа. Готовы инженерные сети. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости, Уллправды ТВ. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Новости, Уллправды ТВ.